Привет, меня зовут Даша и в прошлой неделе, правда, у меня аж целыми тремя посылочками, я спешу подлиться своей радостью. Ну, прежде чем подлиться своей радостью, я поделюсь своим окорчением. То, что они все товары меня обрадовали. Теперь я покажу палетку и фраше, она такая вот красивучая, на магнитной застёжке, как я люблю. Тут есть зеркало, что я тоже люблю, и это минусы заканчиваются. Ну что, первое, тут нетрудовый аппликатор, в принципе, фиг с ним, я всё равно почти никогда не пользуюсь, но цвета, они выглядят совершенно грязными на веках, и мне они категорически не нравятся. То есть, вот такая вот у нас цветопередача, то есть, на руки смотрятся более-менее приемлемо. Вот этот золотой, как видно, можно обыграть в праздничные дни, потому что он так искрится очень приятно. Но вот эти оттенки на глазах кажутся мне грязными, неинтересными, скучными, некрасивыми, и вообще меня это просто вообще никак не порадовало. Далее я хочу показать топовое покрытие от Эссенс. Оно выглядит вот таким вот образом. Разводитель нам обещает, в случае нанесения его на ногти, ощущение гелевых ногтей визуально. Я совершенно простим, маленький эксперимент. На одну руку я нанесла, его на другую нет. Угадай, на какой руке оно присутствует. Они будут тебя томить вот на этой. Ты видишь какую-нибудь разницу? Я не особо. Ногти выглядят, единственное, чуть более глянцевыми. Ну, незаметно. То есть, того обещанного эффекта я на ногтях не наблюдаю. Показывала другим людям, где тоже не нашли никакого отличия. Единственный плюс, который в нем есть, это то, что он намертво держит ногти. Но в этом плюсе есть минус. Поэтому никого не отодрать спецсредствами, жесткостью для снятия лака. То есть, отодрать, но это будет затруднительно. Поэтому, поэтому больше я его брать не буду. Сохнет оно в среднем. Недолго. Ой, не быстро, но недолго в среднем. Вот. Далее тоже мне не понравилось. Тени от Lumony. К сожалению, я провела здесь недоинобидность. Я выкинула этикетку. Это не первая попытка снять видео, но выглядят они вот так. Как бы они отсюда не выпали. То есть, это 52-й оттенок и 27-й. Я в нем напишу название фирмы, чтобы ты могла сориентироваться и никогда ее не брать. Потому что, как бы, я правду не советую. Вот этот оттенок, вот такой нежный лавандовый, который так красиво смотрится, как называется это, это обновляя хрень. Ну, в общем, он на коже себя проявляет очень слабо. То есть, вот таким вот образом. Ты его можешь вообще не видеть на камере. Я думаю, ты его и не видишь. Единственное, его прелесть с матовостью. Мне в последнее время ведет на матовые цвета. С 27-м оттенком, дело обстоит получше. Такой сатиновый цвет. Но, как бы, тоже у меня не впечатлил по своей цветопередаче. Пигментация у этих теней на 4 с минусом. Цвет на 3 с плюсом. В общем, произведение на меня угнетающее впечатление. Я буду ими пользоваться безрапотственно совершенно. Скорее всего, ими вообще не буду пользоваться. Ну, дальше мы пойдем более радостно. Я сразу покажу средство, которое меня очень порадовало. Это такой вот усилитель цвета. Тин Трэмп, по-моему, называется. Я не уверена на название, признаться. От... Кто ты? А, он от Катрис. Ты видишь, тут такой тюбик очень красивый. Такой стильный. Такой красивый чим. Почему усилитель цвета? Здесь такая вот красивучая сама помада. То есть, такая немножко, как желе. Она полупрозрачительная. К сожалению, камера не совсем верная. Ну, конечно, на свет. В чем фишка? Она усиливает твой собственный цвет губ. Вот она сейчас на губах. Как-то лично совсем в соответствии. То есть, он не красит твои губы. Ну, то есть, он накрасит уже, но он проявляет твой собственный вариант губ. Я долго мучилась. То есть, мне так хотелось узнать, правда ли он проявляет цвет, а не замануха ли это, в общем. Нет, не замануха. Я попросила несколько людей его нанести, и на всех смотрелось оттенок по-разному. Вот. И мне эта помада очень нравится, потому что она сама пахнет вкусно, чем-то фруктовым. На губах держится, ну, не сказать, что долго, но не сказать, что мало. На среднем, и она такая красивучая, и если тебе впадло доставать зеркало, то здесь такой колпачок, то есть, ты видишь, да, что отражается. Ну, окно ты можешь видеть. В нем, то есть, в нем можно заменяться вместо зеркала, и вообще приятно достать из косметички, на самом деле, такую вещичку. Единственное, у нее минус я нашла, и то придиралась, что, ну, мы же все едим, да, волей-неволей то, что у нас на губах нанесено. Но, хотя пахнет очень приятно, на вкус она такая химозная немножечко. Вот, ну, очень славная вещь, не представляю теперь своей жизни без нее, потому что это помада лентяки. То есть, тебе, если лень что-то особенное с губами делать, хочется же все равно привлекательно выглядеть, ты просто ее нанесла и уходишь. И, внимание, помада, это информатор. Вот и так она выглядит без ничего. А, кстати, по ощущениям. Не сказать, что она особо питательная. Но, как бы, когда, если чувствуете ее на губах, то по ощущениям она чувствуется, как блеск для губ хорошего качества. То есть, вот так. Это помада лентяки. Вот так она выглядит просто, если ее нанести без ничего. Но, если сверху нанести обычный прозрачный блеск, то она приближается просто на глазах. Ты смотришь, что творится. Круто, да? Ну, по праве плеск, она мне больше все-таки нравится с блеском сверху. Но, сама по себе она тоже просто великолепна. Мне очень нравится. Поехали дальше. И фроши сразу. Попадается мне под руку. Только из-за этой туалетной воды, натюре, в посланной роде сады нимф, я заказала еще два аромата. Челный рис. И забыла, как переводится. Ну, будем называть это дальше в видео Десабре. То есть, как бы... То есть, если я хотела вот этот аромат, то эти два, без них я никак не могла у вас сделать заказ. То есть, вот эти три аромата, они все вместе стоят 299 рублей. Ну, об этом сказывать не буду, его узнают, потому что все совершенно. Что касается черного риса, то он такой узковатый. Сначала он дает красную моску. Красная моска, как мне кажется, содрана наглым образом. Шанель номер 5, причем не самым удачным образом. Она с плагиатчином. Вот. И при первых нотках очень интересно дает вот этот вот аромат именно красную моску. Но почти сразу они сменяются какими-то темными, я бы даже сказала, туманными, обволакивающими такими нотками. И таким остается. Ну, и все равно тяжеловатый такой аромат. Он для либо взрослых женщин, либо для серьезных таких бизнес-вумен. Вот. Но есть сомбре. Он определенно четко сразу дает красную моску и ей остается. То есть, если я черный рис еще могу как-то носить. Ну, только зимой, только повершую, то сомбре категорически слишком для меня тяжко. Я люблю такие, блин. В воздушные и нежные в мотях у меня есть. Вот, ты можешь видеть, такой золотой цвет. Блин. Это серия Twilight от Essence. Он шикарный. Я его заказывала к Новому году, но с удовольствием буду его носить на каждый день. Он шикарно смотрится с золотом. К сожалению, я тупо забыла сегодня надеть это золото, чтобы я могла оценить. Но, поверь мне на слова, держится лак просто волшебно. Как бы, я ношу лак только не дольше пяти дней всегда. Но эти пять дней он выдержал просто на пять с плюсом. Прошу прощения за некое подобие от автологии. У него очень удобная кисточка такая лопатообразная. Буквально один взмах и все, ты во все оружие. Никаких придирок. С одного слоя наносится не хуже, чем два слоя. Я сравнивала, пробовала так и так выносить. Держится толко, по краям не лезет. То есть, ну, не придраться просто. Я жалею, что я не взяла такой же в черном оттенке с той же серии. Ну и раз у нас зашла такая пьянка, покажу такие румяны, которые были мной укуплены. Тоже от Essence. Были куплены исключительно под влиянием Ютуба. И я ни капли об этом не жалею. Шикарная вещь. Не пугайся, что они такие яркие. На чоках. А у меня сейчас на чоках. То есть, они такие были, как будто я зашла такого скрепкого мороза. Держится, они просто волшебные. Серьезно. Они держатся у меня весь день. Они сегодня специально. Нанесла их утром. И уже вечером, уходя с работы. Перед тем, как уже буквально не чокаю, выйти на улицу, упадя домой. Я посмотрела в зеркало. На месте. Даже и не побледнели. Даже это учитывая, что в течение дня припудриваюсь, то и все. Чудесные румяшки. Рекомендую. Есть небольшой такой сатин. Есть. Не без этого. Но я хочу сказать, они выглядят совершенно матовые. Не надо этого легкого такого, какого-то сатина пугаться. Он наоборот такой, как-то вот на щеках очень хорошо отливается. Такое ощущение, будто у тебя кожа такая отличная. Единственное, если начинает придираться к вещи, то очень тугая у него вот эта заклепка. Но я думаю, я надеюсь, кера запутается со временем. Довольна я очень. Также я заказала кисточку для нанесения теней. Конкретно это для смоки айс предназначен. То есть она идет такая, как бы тебе показать, так не видно будет. Ну то есть она идет так, как трубочка. Она не плоская и не пушистая. Она вот именно как трубка идет. Чертка у нее форма, такая трубка. Ей очень удобно прорисовывать контур глаза. Рисовать там уголок, еще что-то изображать. Ну в принципе и для нанесения растушевки тоже подойдет. Такая классная кисточка, прям любительница. Смоки айс, я очень ее советую. Она, так, это эссенс. И она так называется, кисточка для смоки айс. Такая она красивучая, как я сегодня у меня как-то пошла говорить. Вот она на камеру выглядит такой синей, но на самом деле она такая фиолетовая. Так, далее. Очень ей понравилась вот эта вещь. Это жидкая подводка от Катрис. Она есть в двух оттенках. Вот в таком вот бирюзовом ярком и в таком коричневом. Как бы я коричневую, я пытаюсь экономить как-то, не особо шиковать, поэтому я так рассудила, что у меня есть коричневая левая подводка. Зачем мне обычно такая? Да, но на самом деле я сижу и думаю, они за реалием. Она мне понравилась очень. Она очень яркая. На лето бы ее, конечно, по-хорошему, да. Очень ровная линия. Вот, она очень такая яркая. Но я ее надеюсь использовать и зимой в качестве длинной подводки. Очень красивая. И, кстати, мне кажется, она водостойкая. Потому что, когда я в первый раз снимала видео, потом отмывала руки, она с удовольствием смывалась. Имею в виду, ну, очень красивая. Я в нее влюблена до безумия. Она вообще... Далее. Ну, у меня остался и фаршет. Я заказала вот такой вот гель для душа. Ванильный лимон. Ванильный лимон, если не знаешь, как запах, пахнет лимоном. Но в основном цеверой лимона. И чуть-чуть есть такая или уловимая какая-то, восточная такая, но откладывается такая. Ее почти не уловить. Что я хочу сказать. На этикетке и на сайте, и на каталоге, вообще везде написано, что это парфюмированный гель для душа с блестками. Ты сама видишь, какая-то красивая бутылочка. Но я хочу подчеркнуть. Это самое обычное гель для душа в праличной упаковке. Я специально предпосла обычную упаковку. То есть вот это, это вот это. Только под другим соусом. Не в самом душе, не после душа блестки не проявляют себя никак. Их нет. Они есть только в дизайне бутылочки. Так что, мне кажется, шикарный подарок. Кому-то на Новый год. Я, кажется, подарок взяла. Последнее, что я покажу, это с тем же совершенно запахом жидкость, ой, жидкое мыло для рук. Пробники. Не особо интересная штука, но покажу. Значит, у меня был BB-крем, который я сегодня утром, забыв о том, что мне нужно переснять видео, благополучно использовала. Свои мордашки, при том, что у меня есть полноразмерная версия. Вот, знаете, я оставлю ссылку на свою попытку сделать обзор. Ключево слово здесь попытка. Ты посмотришь. Потом у меня здесь был такой антивозрастной эликсир для лица. И такая вот туалетная водичка розовая. Очень мне, кстати, нравится. Хотя я не люблю туалетные воды с таким запахом, потому что я не люблю шаблоны. Это шаблон. Но здесь мне очень нравится. Я как-нибудь, может быть, даже закажу себе маленький фокурчик. Потому что дух у меня и так вот так. Вот, это все. Я тебе желаю красивой, теплой зимы. Я больше мандарина, чтобы создать себе некое настроение и легкие оболны масла пихты. С той же целью. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok